Всем привет, с вами Мосс. Как гласит народная мудрость, хороших вагеров много не бывает, и на этой неделе я показываю просто чудеса производительности. Готов вас порадовать очередным роликом данного жанра. И как вы уже поняли из заставки, сегодня у меня на канале Максвелл, ну прошаренный публики, этот парень хорошо известен, ведь он создатель и руководитель паблика Убежища Фифера, на который я подписан, ну не соврать, год и несколько месяцев уж точно. И вот не так давно Максвелл также решил опробовать свои силы на ютубе, дела у него идут хорошо, прирост наблюдается, вот и я подумал, а почему бы не записать нам совместку. Матч получился супер напряженным, играли мы не на просто так, узнаете скоро на что. В общем, садитесь поудобнее и приятного просмотра. Друзья, если не хватает золотишка на опаке или крутой состав, обращайтесь к продавцу монет Ване Мухину. Выгодный курс, быстрая доставка и главное надежно, а если наоборот нужно продать монеты или аккаунт, Иван купит их у вас за рубли. Ссылка в описании ролика. Макс, здорово, здорово, твой верный подписчик твоего великого паблика, если кто не знает. Да, с самого начала. Ну я рад на самом деле видеть тебя у себя на канале и... Я рад прийти, что ты меня позвал, наконец-таки мы снимаем. Скажи привет, ребят. Привет, ребят. Мы с тобой собираем вегерокс на выкладывание своей стрёмной фотки в паблик. Абсолютно. Тот, кто из нас проигрывает, получает официальное наказание сутки позора. В закреплёнке сверху будет в паблике одного из нас красоваться. В общем, будет зашквар. Ссылки, разумеется, на наши паблики и на канал Макса. Важная информация, между прочим. Да. Вы знаете... Он не стал записывать, поэтому фейс там контроль, мозг контроль. Поверьте, там всё пройдено. Чувак реально в полном порядке. И развлекательный и полезный контент снимает, между прочим. И такой, и такой. Начал недавно. Подписчиков не очень много, поэтому заходите, поддержите. По-братски прошу вас. Ну, заходите. Спасибо, просто нахвалил меня. Спасибо, спасибо. Чтобы вы понимали условия сборки, я быстренько расскажу всё за кадром. Буквально вдов предложения. Слушайте. Правила следующие. В составе должна быть одна любая цветная карточка, плюс 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Если игрок забивает гол, он обязан сразу взять паузу и заменить одно золотого молотца на бронзу со скамейки и перевести в быстрой тактике ментальность команды на более атакующую. Цветную карточку и вратаря трогать права нет. В итоге при счёте 3-3 оба соперника будут иметь все в нападении, а на поле, не считая кипера и элитного легионера, править балом будут серебряные и бронзовые бесты. Толком взвесить все расклады кое-кто не успел, и состав собирался на коленки, по старой памяти. В качестве элитной цветной звезды выступил Александро Флоренц, который по задумке будет отпахивать на оба фронта. Центр защиты и вратарь из оперы фиг пройдёшь, ну и горецко на ЦП, это всегда весело, модно, спортивно. На этом лимит золотых карточек иссяк, и надо было выкручиваться. Справа решение есть, два серебряных, но не по рейтингу годных представителя Бундеслиги, а вот слева что имеем, то имеем. Эти парни тут только ради сыгранности. Барабанная дробь, дуэт нападающих, бронзовый гиперлинг, шустрых самураев, у одного из которых даже имеется четыре звезды на финтах. Шах и мат, Максвелл, готовься вынимать. Ну что, я уже, знаешь, я просто знаю, что замену я прожму первой, то что я первую беру одного золотого. Ну, слушай, с моим нападением. Изи. Вот так. А, Б. Ну-ка, давай-ка ты уйдешь. Ну, я сюда уйду, и сюда уйду. Ты думаешь, что, это самое, что ли? И нахак, бронзовый удар. Отлично. Зиммерман, мой опорник. Жезус. Ай, пожалуйста, давай ты не потеряешь мяч, ну и со мной осмотри. Ага, посмотрел, хорошо. Смотрел? Ну, было опасно. А вот сейчас еще, блин. Надежно. Почему он так еще не приемал? Нет, не успеет. Не успеет, охренеть. Серьезно. Бронзовая эпоха, ты это видел? Дичь творит. Блин, да, с винтами надо поосторожнее с этими ребятами, я понял. А вот такой разрез, видел какой? Это было, да. А вот такой навес. Как ты двоих корейцев... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как двоих корейцев вызов? Это не корейцы, а японцы. Двоечник. Слушай, убери своего сана куда-нибудь. Он там у тебя в стенку сейчас так побежал опасно. Так-так-так-так. Ну давай, Желус, да ладно. Ну я уже хотел заменить его как раз таки. Штангетин у меня поцеловал. Ну, это гол должен быть. Ой-ой-ой-ой. Ну как так? В Флоренции это был ликтор. Опасный момент мы обменялись. Нормально, нормально. Угу. Ну это тоже слишком типично, понимаешь? Так же, как и стеночки. А вот так вот, а вот так вот, нетипично? Блин, да куда ж ты пробил? Коста! Если мы сыграем 0-0, не сделая ни одной замены... То мы лохи. Да мы жесткие лохи, реально. Ха-ха-ха. Э, ну не хами. Да брюнь, ну давай, ну не там фолан. Красавчик. Был еще побежал без мяча главный уже. Ну, просто взял это самое, обидел кого-то чувака. Ой-ой-ой-ой, вот это слушай уже совсем не плют. Ну это была правая нога. Так. Ай. Так. Да, я понял. Так, значит. Так, так и так. Там есть чувак. Да нет, просто опять бошкой. Второй раз он бьет, блин, своей башкой. Не, ну окей, это был как бы такой момент. Сейчас треугольничек будет модный. Спасом в разрезе. О, там еще и на фланге у тебя. Ну давай. Брюнушки Валеру. Да ладно. Не-не-не-не. Я все, я уже поверил. Смотри, он. Я поверил, потому что Санне такое кладет. Кладет. Ну было близко, ладно, я там должен. Было близко, но... Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, Дебрюйны, Дебрюйны. Дебрюйны, Санне и этот. Мне пофиг, у меня есть один классный. И жест, давай, красавчики. У меня сейчас будет прострел этот самый. Блин, автокол. О-о-о-о-о, серьезно. Келлини, мать моя женщина. Чёрджио. Твоя хваленая защита. Буатанка или Келлини? Келлини, блин, пятка. Келлини, Бочко. Ну, гол красивый, ладно. Серьезно. Келлини, короче. Это реально красиво, а. Замену. У нас выходит Акинфенова вместо Жезуса провести. Я хочу слушать, тебе один голешник. Ай. Блин, ну прошло же. Да нет. Да куда ты? Гол. Нет, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Он думает, там подкатиться. Ты почти пенальти заработал с красной карточкой, кстати. Да неважно. Так, я подожди, я убираю, да. Да-да-да, ты давай убирай. Кого ты убираешь? Розетку уберу. Буатан? Не, Горецку. Горецку? Да. Ну, самый неинтересный. Конечно. А чё мне? Я вот Жезуса убрал, знаешь. А что, меня Буатанка с Келлини, что ли, снимать, чтобы ты меня просто раздараконил? Да не, как хочешь. Ну, там 4 минуты остаётся. Да. Кстати, мы чё делаем, если ничья? Ну, дополнительное время. А ты хорошо подготовился? Блин, приём, мяча. Да, да. Серьёзно. Офсайд, 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 офсайд. Флоренцо. Да дофига вообще. А там бы могло реально так залететь. А он и так, и так залетал уже, нет? Подожди, посмотри. А дальше не покажу. Блин. 10-5-9-4. Нормально. Достоин. Ну, вот на ударчик преимущества мне в Галешник бы сверху накинули сейчас на 90-е минуты. И было бы прямо это. Я просто даже не посмотрел. Я был уверен, что передачи проходят. Акинферма! Парма! Нормально, ферма! Ну как? Е-е-е. Низом же в угол. Смотри, Ральф. Ральф красава просто. Он же с левой ноги, блин. О, сейф ногами. Так, никаких навесов. У тебя там такой этот самый тюфяк огромный. На него вешаешь, я всё вижу. Жёг ты хитрый. Всё, надо себя это самое наказывать. Да он у него просто маленький. Блин, Флоренция, иди в бачко. Ну как ты пропустил это? Ну нормально, нормально, нормально. Это просто насквозь Флоренция прошло. Чалоба выходит на замену вместо Атака тогда. И суператака уже у меня получается. Я не вижу последний пас. А теперь вижу. НЕТ! Блин! Уйди отсюда. Уроды. Я знал, что сюда пойдёт паса, но что вот сделаешь вот с этим? Вот что вот сделаешь вот с этим? Это бегай, блин, за 90 минут, как ошпаренный. Ооо! Ну давай! Да, красавчик. Ну, сейчас было круто. Ну согласись. На Кэнфену головой-то всё-таки. Ну, нормально. Что у нас? Все в атаку, Дебрюйна домой. Да, все в нападение. И меняется Дебрюйна. Времени нету, а сыгрываться? Да, я сын в пену. Да я не хочу прыгать. Не хочу. Абе, ну один-то давай. Блин! За шоу? Блин! Ну с таким казелином сейчас, просто жёстким. Просто со столовой ложкой. Финес. Бронзый? Это дико опасно. Я убираю, конечно, игрока. Буатенко, давай, до свидания. Абе, давай-ка ты. Блин, урод, ну что ж ты делаешь? Не-не-не-не-не-не-не, ну фолл же, сзади, блин. Да ладно. Прямо это самое. Последний шанс. Фу, блин, старый. Можешь бить Флоренса, давай даже на штангу не побегу. Вот это, блин, аж. А давай бездавай. Так, ну чё. Ну пан или пропал? Пан или пропал? Давай пасы, серьёзно. Куда ты пробил твою за ногу? Я низом. НИЗОМ! Это не Коста был, да? НИЗОМ, посмотри, НИЗОМ. НИЗОМ. Сейчас врубил, по-честному. Ах, 190 роста. Не-не, подожди, подожди, судья. Постой. Паровоз. Да не. Не спешите. Окей, окей. Ну, да ну нафиг. Ну как бы, ну что? Там твои... Бранзовые твои бичи. Первый раз я просрал с этим контроллером. Блин. Ладно, Макс, ну матч был. Прям вот. Матч был крутой. До 70-й минуты настолько было, ничего не происходило, а потом концовка как раз тащила, да. Слушай, нет, это реально жара. Так что сутки позора будут у меня. Ха-ха-ха, дожил. А, да, нужно фотографию, я уже все забыл, на самом деле. Дожил старик, ну че? Жди, жди, сейчас в паблике оно появится. Переходите по ссылке в описании, которая здесь обязательно будет. Чекайте. Мы там открыли пакетик? Да, наши паблики. Кстати, у Макса мы открыли пакт на легенду, представляете? Как бы, чтобы я это дело собирал по своей боли. Короче, капец, что там творилось? Специально для меня открыл первый пакт на легенду, и мы собрали с ним состав из этих легенд, которые нам выпали, и в итоге сыграли. Ну, матч там сложился, ну, так. Ладно, что ты рассказываешь, перейдут, перейдут, сами посмотрят, а перейдут обязательно, я за вами слежу. Ладно, Макс, еще раз спасибо тебе. Я надеюсь, конечно. Да, и еще раз спасибо за игру большое. Да, спасибо, что позвал меня на канал свой и пришел на мой канал, спасибо. Пойду запивать горе и готовить позорные фото. Все. Ну, а я пойду похвастаюсь, что я обыграл Мозу. Все-все, пока, с вами был Моз, мне капец. Всем пока.